Здравствуйте! Из наблюдений кадровика. Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим. Вот об этом и не только в нашей сегодняшней программе «Программе соседей». Программе, самой народной программе Новгородского областного телевидения проведем ее сегодня мы. Профессионал с богатым прошлым и не менее богатым настоящим Владимир Ирмушин. А о будущем. И светлым будущим. И я, Екатерина Иванова. Добрый вечер. Сегодня у соседей. Когда дело мастера боится? С первого раза понятно, что у нас сложно будет. А потом, когда привыкнешь, на раз-два будешь делать. И где обучение и практика идут рука об руку? Очень хорошо с нами работали кураторы нашей практики. А еще сегодня в гостях у соседей директор Новгородского химико-индустриального техникума Даниил Баженов. Даниил Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, первый вопрос, как говорится, любому руководителю образовательного учреждения. Скажите нашим соседям, каких специалистов ваш техникум готовит? Новгородский химико-индустриальный техникум НовХИД представляет достаточно широкую линейку профессий и специальностей самого широкого диапазона. Это и химико-технологический профиль, и автомобильное дело, это и электроэнергетика, металлообработка. И, кстати, единственная в техникуме гуманитарная специальность, очень пользующаяся популярностью, это страховое дело. Это гуманитарная, считается? Это гуманитарная, да, вполне себе гуманитарная специальность, и там отбоя от абитуриентов нет. И надо отметить, что год от года растет количество студентов техникума, это очень хороший факт, вселяет оптимизм. У вас такая аббревиатура звонкая, но в хит, вот даже в голову. Я тоже обратил внимание. А скажите, может быть, вот простите нашу неосведомленность, а насколько эти профессии востребованы на рынке труда? Вот понятно, стратаховщики, да, рынок юристов перенасыщен, а страховые услуги сейчас востребованы. И если есть такая статистика, по итогам прошлой вступительной кампании, какие профессии самые популярные в техникуме? Ну, будем говорить про трудоустройство. Это самый главный показатель, которым руководствуется любое учреждение профессионального образования. Это трудоустройство. В прошлом году, в 2017, 71% наших выпускников были трудоустроены по специальности. Не просто устроены АБДКБ, а действительно они работают по специальности. У вас есть профильные предприятия? Или они устраиваются, как говорится, и на другие предприятия, на всевозможные? Ну, безусловно, нашим якорным предприятием, нашим главным стратегическим партнером является предприятие ПАО «ОКРУ». Безусловно, 30% студентов – это потенциальные сотрудники АКРОНА. Но, помимо этого, есть еще и электроэнергетики, есть те же страховщики, есть ребята, которые идут работать на предприятии машиностроения. Поэтому диапазон предприятий достаточно широкий. Автомобилисты – хороший автосессор на вес золота. Абсолютно верно. Так же, как и хороший автодиагност, которых готовим, кстати, только мы готовим автодиагностов. Это специальность года три назад буквально. В прошлом году первый выпуск был ее. Ну, просто разлетаются студенты. А вот для тех, кто, допустим, не в курсе, для гуманитариев автодиагносты чем занимаются? Это диагностируют вот эти модные электроники автомобильные? Это совершенно напичканная электроника. Просто напичканная. И, помимо того, что есть просто специальные, кузовные, покрасочные работы. Да. А есть именно вот направление, которое ребята-электромеханики становятся. Это стык энергетики и автотранспорта. Начинку всю, да? Абсолютно верно. Какие профессии самые востребованные? Есть конкурс техниками? Конкурс, да. Конкурс, конечно, есть. Много ребят пришло платно в связи с тем, что бюджетные места, они не резиновые, естественно, они имеют свойство заканчиваться. Это химики, химический профиль и это, ребята, вот то, о чем мы с вами говорили, это автодиагносты и автомеханики. Согласно профилю вашего учреждения учебного, на какие предметы нужно выпускнику ориентироваться? Химия, экономика или математика? Мы говорим сейчас с вами про условия поступления. Да, именно так. Как и во все учреждения среднего профобразования, сейчас практически нет нигде каких-то отдельных вступительных испытаний. Речь идет о просто конкурсе аттестатов. Конкурс аттестатов и желание учиться. Вот что определяет прием или не прием потенциального студента. После скольки классов окончания можно к вам уже подавать заявление? Ну, превалирует 90% это девятиклассники. Но, конечно, есть ребята, которые закончили полные 11 лет. А не девятиклассники не сгонят? Никаких ЕГЭ. Вы смотрите на дипломы? Ну, среднее арифметическое по аттестату вычисляется, мы получаем. Ну, средний балл для химиков это было 4,2. Вот так, чтобы мы понимали. Так, солидно. Вот так вот, да. То есть не просто двоечник, троечник. Это вполне себе уверенный в себе хорошист. Понятно. А у «Новхита» есть общежитие? Ребята из области могут к вам поступить? Да, у нас есть общежитие. Каждый год в этом общежитии, благодаря помощи, мы проводим такие масштабные модернизации. Обязательно вам в следующий раз привезу, покажу. Тот альбом, что было и что стало. Действительно, общежитие, которым мы можем гордиться. И практически там вот сейчас комфортные комнаты. Очень шикарные места общего пользования. Оно небольшое, всего 120 мест. Но вполне себе очень конкурентоспособное по сравнению с общежитиями других наших коллег. Скажите, а у вас проводятся дни открытых дверей? Где, что называется, дети вместе с родителями? По сути дела, ну, выпускники 9 класса для родителей-то еще дети. Могут прийти, потрогать, задать какой-то вопрос. Пощупать подушки, мертвели. В том числе и это, и в общежитии. Но если говорить о дне открытых дверей, это ежегодное мероприятие, которое проходит достаточно в креативной форме. Это не просто пришли, посмотрели, ушли. Это квест, это игровая форма, это обязательное участие работодателей. Но это только один из инструментов профориентационной работы. Года 2-3 назад, наверное, мы начали с рядом школ практиковать допрофессиональную подготовку. Это когда учащийся 9 класса, 11 класса, ну, выпускного, приходит на протяжении года, там, раз в неделю, два раза в неделю, и выполняет определенные профессиональные модули, погружаясь таким образом в студенческую среду, и понимая, нужно ему это или нет. Химики титрования у нас с 26-й школой. С одной школы у нас ребята занимаются автослесарным делом. То есть это вот не просто даже день открытых дверей, это система, когда ребенок может понять, нужно ему это или не нужно. Вы с таким огоньком это рассказываете. Я не могу иначе. Надо прийти на день открытых дверей. А планируется ли появление в техникуме новых специальностей? Вот вы следите, так сказать, за направлениями, где кому хватает? За конъюнктурой. Абсолютно верно. Ведь появление, равно как и закрытие, любой новой профессии и специальности определяет рынок труда работодателей. И, конечно, если Новхит видит, что у бизнеса есть потребность в подготовке рабочего или специалиста того или иного уровня, мы с удовольствием откроем ту или иную специальность. Вообще, если говорить про систему профобразования, это не какая-то застывшая вот такая масса, это постоянно работающий, динамично развивающийся механизм, который подстраивается под нужды работодателя. Только в связке с работодателем можно говорить о каких-то достижениях, о каких-то успехах, о каком-то дальнейшем развитии всей системы профобразования. Поэтому недавно относительно, вот в этом году мы сейчас начинаем пилотный проект и Новхит, и ряд других наших коллег, демонстрационный экзамен. Что такое демонстрационный экзамен? Это не просто человек приходит, защищает свой диплом по бумажке, прочитал и все перед преподавателями. Нет. Там будет комиссия строгих работодателей, которая оценит качество подготовки. У них сложится впечатление и о выпускнике, и о нас, да, как основном производителе этого выпускника. И они принимают решение. Идут они с нами дальше или найдут услуги другого техникума. Это страшно для выпускника. Такая комиссия, столько народу. Как он? Ты, знаешь, рассуждаешь со своей точки зрения. А нынешние дети современные, они же по-другому, что называется, заточены. Для них вот важность самопрезентации очень высока. Абсолютно. Самопрезентация, портфолио. У них действительно есть уникальный шанс себе зарекомендовать. Кстати, мы вот уже с этого года. Это уже не первое предприятие, с которым мы работаем в таком формате. Это IKEA Industry. Они находятся под Новгородом, под Березе. Вот где-то в октябре месяце мы начали с ними проект. Они сами пришли к нам. Они проводили свои тесты. Они вывозили ребят на производство. И они отобрали несколько человек, которые по итогам их тестирования они готовы взять и устроить к себе. Вполне себе престижное, респектабельное. Очень современное технологичное производство. На днях вот такой презентационный экзамен выдержал сам Мувхит. В гостях там побывала съемочная группа соседей. Подруги Наталья и Карина учатся на втором курсе отделения технологии химического производства. Связать свою жизнь с химией девушки решили еще в восьмом классе, когда только познакомились с таблицей Менделеева. Теперь на занятиях они решают сложнейшие задачи. Делают химический анализ вещества и многое другое. Дни напролет девушки проводят в специализированных лабораториях техникума. Стараются показать себя с хорошей стороны, ведь тогда у них появится возможность устроиться на Акрон. Предприятие – давний партнер учебного заведения. Наталья и Карина уже проходили практику на химкомбинате. Остались под впечатлением. Было очень интересно, познавательно. И очень хорошо с нами работали кураторы нашей практики. Нам все понравилось. А чем вы занимались? Мы изучали технологические схемы производства, мы смотрели аппараты. Все три лаборатории техникума оборудованы за счет средства Крона. И это взаимовыгодное сотрудничество. Химкомбинат получают молодых специалистов, обученных именно так, как того требует производство. А студенты имеют реальный шанс сразу после обучения пойти работать на крупнейшее предприятие региона. Взаимодействуем в составлении учебных программ. То есть все оборудование, приборы, все достаточно современное. Также отделение, точнее студенты отделения принимают участие в международном чемпионате WorldSkills. Проводятся региональные чемпионаты по двум компетенциям. Лаборант химического анализа и аппаратчик химических технологий. Отделение технологии химического производства основное, но далеко не единственное подразделение техникума. Большой популярностью среди молодых людей пользуется отделение автомобильного транспорта. Здесь обучают будущих автослесарей, автодиагностов, крановщиков. В техникуме ребята проходят правила дорожного движения, учатся ездить на автомобиле и, главное, досконально изучают все, из чего состоит транспортное средство. В первую очередь его сердце, двигатель. А начинается все в этой практической лаборатории. Сначала мы изучаем теоретически, конечно, на лекциях мы изучаем устройство, изучаем детали, да, а потом уже на примере разбираем и смотрим, делаем, ремонтируем. Уже учимся дефектовать, ремонтировать. То есть я смотрю, что танцы второго курса, ребята уже спокойно двигатели собирают. Это только начало, конечно, да. Мы с этого и начинаем. То есть начинается все как раз таки с самого двигателя, с его устройства, с его разборки, сборки, с его дефектовки. Потом уже подключаются другие детали. Это трансмиссия, подвески, кузовные работы. Ну и самое сложное – это электрикористик. Валерий Жилкин – будущий автодиагност. Неравнодушен ко всему, что связано с автомобилями. После окончания техникума планирует работать на станции техобслуживания. Многое уже умеет. Например, на этом занятии выполняет замену маслосъемных колпачков. Сначала снять пятачки, потом рассухарить и вытащить вот эти вот там колпачки. И заменить их. Ну, с первого раза понятно, что оно сложно будет. А потом, когда привыкнешь, ну, на раз-два будешь делать. Также в техникуме обучаются будущие сварщики, электрики, станочники и страховщики. Здесь ребята не только получают знания, которые им понадобятся в работе по профессии, но и занимаются спортом, творчеством, участвуют в различных акциях. Здесь широко распространено волонтерство. Активные студенты проводят десятки мероприятий. Например, сегодня – встречу, направленную на профилактику ВИЧ. Мы даем, так скажем, лекции, то есть проводим анкетирование с ребятами, показываем какие-то видеоуроки. Они узнают, что ноуты задают себе вопросы. Ну, стараемся как-то больше домашнюю обстановку сделать, нежели чем учебную. В химико-индустриальном техникуме теория плавно сочетается с практикой и учебный процесс со студенческим досугом. Это образовательное учреждение работает уже много лет. Его названия и структура не разменялись. Но суть остается прежнее – обучение рабочим профессиям, которые, как мы знаем, будут востребованы всегда. Соседи Вероника Лебедева, Олег Федоров, Новгородское областное телевидение. Сосиски с мячиками Папа может сосиски с мячиками Раз уж людям суждено есть, давайте есть вкусно. Культура питания начинается с высокой самооценки и самоуважения. Поэтому торговая марка «Новгородский бекон» живет на стыке философии качества и честности. Мы не хуже и не лучше других. Мы просто любим радовать людей и считаем, что есть надо с теми, кто вам дорог и любим. «Новгородский бекон» – вкусные моменты жизни. Людей так много, и мы все такие разные. Жизнерадостные, заботливые, деловые. Но все мы без исключения любим комфорт. Три семерки, три шестерки. Такси для каждого. После закрытия больничного работник предоставил страхователю номер электронного листка нетрудоспособности. Для расчета и оплаты листка нетрудоспособности работодателю необходимо запросить данные закрытого ЛН по его номеру и СНИЛ сработника в фонде социального страхования. Передать подписанное электронно-цифровой подписью данные ЛН в фонд, дополнив его необходимой информацией. Теперь страхователь может оплатить листок нетрудоспособности. Электронный листок нетрудоспособности. Быстро, удобно, надежно. То, что осталось за кадром, ведь у вас в техникуме действует служба содействия трудоустройства выпускников. Это какая-то уникальная история, такая вот по подбору кадров, что называется, со школьной скамьи. А каким образом она помогает найти себя вашим выпускникам на рынке труда? Вот как это происходит? Поделитесь. Все очень просто. На самом деле, действительно, есть такая служба, из названия которой следует, что она призвана помочь с трудоустройством нашего выпускника по специальности. Там механизм достаточно простой. Они мониторят, специалисты нашей службы мониторят рынок труда, постоянно в контакте с кадровыми службами предприятий. И вот та история, о которой я вам начинал говорить про предприятие Икея, в общем-то, в принципе, это благодаря вот этой службе, этот проект и появился. Не так, что, как в том кино говорили, ну, все, мы сделали, пошли скрипач в открытый космос. Такого нет. Нет, нет, нет. Мы ведем молодого человека, девушка, с момента поступления и до туру устройства, и три года еще мониторим, где он работает. Да что вы говорите? Это доброе имя учебного заведения. И это тоже. То есть работодатель знает, что если молодой человек или девушка пришли из химико-индустриального техникума, то это бренд, это качество образования. Я думаю, да. По крайней мере, им хотелось бы так верить. Тем не менее, есть ли вот мода на какие-то профессии? Или все профессии диктуют рынок? Вот вы сталкивались с этим? Вот помните, да, я дополню вопрос, задевал, вы раньше все хотели быть юристами-экономистами. Вот просто сейчас, вот куда нет книг, каждый второй юрист-экономистами. Акценты смещаются, акценты сместились, безусловно. И действительно сейчас, ну, даже года 3-4-5 назад мы не могли говорить о конкурсе в колледже. Но не было такого. Сейчас конкурс есть. Сейчас есть понимание того, что ведь на самом деле получить среднепрофессиональное образование, пойти работать на достойную заработанную плату с хорошими перспективами и параллельно получать высшее образование, сейчас мы начинаем работу с Ивановским государственным химико-технологическим университетом. Смысл очень интересный. Ребята, учась у нас на 4-м курсе, параллельно учатся там на 1-м. И таким образом, получив диплом наш, они идут туда заочно или очно, это уже их дело, по сокращенным программам обучения. Им остается доучиться 3 года. И это не только химики, это те же энергетики, это те же электромеханики. То есть достаточно широкий спектр профессий и специальностей, где можно получить второе высшее образование. И, кстати, у наших ребят, у ребят, которые обучаются в системе профобразования, есть возможность получить параллельно за бюджетный счет рабочую профессию. То есть вот он аппаратчик или химик-технолог получает аппаратчика, он химик-аналитик получает лаборанта. То есть человек на выходе получает 2 диплома. Естественно, с таким набором дипломов и знаний, что самое главное, ему намного проще найти себя на рынке труда. Он более востребован. Вот, Даниил Александрович, давайте по-честному. Я вспоминаю одного из студентов, одного из новгородских колледжей, которого мы снимали, не буду называть какого, и он по-честному нам сказал, почему ты выбрал ту специальность, специальность из разряда называемых рабочих, он сказал, потому что мне сказали мамы с папой, вот иди туда, нравится тебе, не нравится, но с этой профессией ты на хлебушек с маслом, иногда с икрой себе заработаешь. Вот скажите, вы у всех своих студентов видите тягу именно к рабочим профессиям? Или это требования рынка? Или мамы с папой сказали? Тут совокупности. Кому-то, может быть, не хотелось бы так думать, поближе учиться, устроиться, но ведь у нас масса примеров, когда у нас 120 детей с области приезжают. 120 детей у нас в общежитии, они живут в Новгородской области и некоторые из ближайших регионов. Безусловно, мнение родителей для детей, оно имеет место. Для кого-то имеет место? Для тех же сотрудников Акрона, чьи дети учатся. И они видят, как успешны их родители, как у них достойная заработная плата, уверенность в завтрашнем мире. Поэтому для них вопроса нет выбрать свой жизненный путь. Они идут в Новхит. А досуг как организован у вас? Очень бурно, очень позитивно. У нас в Новхите очень сильны традиции спорта. Ежегодно мы участвуем в областной спартакиаде. Такой спортивный праздник среди колледжей региона. В этом году мы заняли вполне себе достойное третье место, не будучи спортивным колледжем. Тем не менее, третье место из 19-х это вполне себе достойный результат. Постоянно проходят какие-то волонтерские мероприятия. Мы активно участвуем в волонтерской жизни города, области. Вот сейчас, кстати, мы начинаем проект с Росхимпрофсоюза. Это первичная профсоюзная ячейка Акцентства Акрон. И они берут ребят в профсоюзы. Кстати, ни в одном колледже такого нет. Чтобы студент первого курса сразу при зачислении, у него есть возможность вступить в профсоюз Акцентства Акрон. И пользоваться всеми благами. Абсолютно верно. И пользоваться всеми благами за символическую плату. Даниил Александрович, у нас не так много времени до конца. Я бы хотела еще раз вас порасспрашивать о практической стороне поступления и обучения. Потому что это важно для тех соседей, родителей, прежде всего, и детей, которые смотрят сейчас нашу программу. Сроки подачи заявлений, сроки зачисления, какие условия платного обучения, про общежитие. Вот много всего порасспрашивали. Еще по направлениям. Вы принимаете? То есть, если какое-то предприятие дает направление на обучение, тому же ребенку из области, к примеру. Ну, начинаем по порядку. Во-первых, приемная кампания начинается с 15 июня. В это время дети начинают получать аттестаты по окончании девяти классов. ЕГЭ? Ну, опять-таки, ЕГЭ для нас никакой роли не играет. ЕГЭ или государственные итоговые аттестации у девятиклассников. Нам нужен аттестат. Это важно. Это важно. Уточнение. Ведь у многих детей, вот почему сейчас пошел крен в сторону профобразования? Многие родители боятся ЭГЭ сдавать. Дети их. А у нас этого нет. Вот этой системы. У нас просто конкурс аттестатов, желание учиться, блеск в глазах. Все. Вот три требования. Вот как у вас, да? Ну, может быть, как у меня. Ориентируйтесь на директора. И таким образом, с 15 июня начинается приемная кампания. Там стандартный перечень документов. Фотографии, на какие-то специальности есть справки. Но на большинство никаких медицинских справок не надо. Копия аттестата, копия паспорта. Если ребенку нету, не достиг совершеннолетия, он должен прийти, конечно, со своими законными представителями, родителями и подать документы. До 15 августа. До 15 августа приходит первая волна зачисления. После 15 августа, там еще небольшой кусочек, вторая волна зачисления. Но, в принципе, за два месяца можно найти время и желание прийти в приемную комиссию НОВХИТА и представить свои документы. Ну, если у вас конкурс есть, так нужно сказать, чтобы люди поторопились. Время, да. Время терять не стоит. Направление действует? Направление есть, но это в порядке доброй воли. Это не есть обязательные условия. Самое главное, то, что устанавливает федеральное законодательство в образовании, это конкурс аттестатов. Даниил Александрович, минутка до конца эфира. Ваш совет. Вот вы уже 7 лет у руля НОВХИТА. Что вы посоветуете тем девятиклассникам, которые пока для себя еще не нашли ответа на вопрос, с кем быть? Я посоветую девятиклассникам быть в тренде и идти поступать в химико-индустриальный техникум. И к этому нечего добавить, соседи. Мне остается только напомнить, что сегодня у нас в гостях был директор новгородского химико-индустриального техникума Даниил Баженов. Спасибо огромное, приходите к нам. Спасибо. Спасибо. Хотим еще раз напомнить, что вас ждет НОВХИТ. Всего доброго. Гуру рекламы. Соседи будут ждать встречи с вами завтра в 20.30 в эфире НТФ. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...